Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Рабочая неделя главы Анапы наполнена различными встречами и решением множества вопросов. Но одно из основных событий в трудовом графике Сергея Сергеева – прием граждан по личным вопросам. На приемах главы бывает немало предпринимателей. Дмитрий Михайлов просит главу помочь оформить бювет на Пионерском проспекте. Сергей Сергеев напоминает только через конкурсные процедуры. Они прозрачны и доступны для всех участников. О законе приходится напоминать и Сергею Малошенко. Без разрешения построил магазин в Уташе. Налоги самостроя не платит, при этом пеняет главе сельского округа на отсутствие дорог, тротуаров и освещения. Сергей Сергеев подчеркивает – судебное решение поставить точку в этой истории. А заявитель, в свою очередь, готов исправить положение и сделает свой бизнес легальным. С Александром Македонским Сергей Палович обсуждает появление площадки для тренировки собак. Мы обратились в архитектуру, архитектура, там свои варианты, ну станица Анапская, тоже улица Советская, там в самом тупике. Там есть как бы непригожее место, там и болотистое, и горное. Ну а там что, пустой земельный участок на Советском? Там пустой земельный участок. Ну формируйте, давайте, для этих целей, если там правила землепользования и застройки позволяют, и чтобы соседи не возмущались. Если закон позволит, то земельный участок можно оформить в долгосрочную аренду, но с временными и некапитальными конструкциями. И вновь прозвучал вопрос о транспортном обслуживании жителей Сотколос. На 115 маршруте автобус не нужен, пытается убедить Сергея Павловича, начальника дела по транспорту. Но если люди настаивают, значит есть причины. Не должны люди как селедка ехать. А мы ездим как селедка. Вот о чем речь, Юра. И я второй раз об этом говорю. Третий раз я выйду туда сам, но уже без вас, дорогие друзья. Повторно выехать и изучить ситуацию досконально. Это поручение главы. За последние два года количество жителей в садоводческом товариществе на сколько увеличилось? Ты можешь сказать? Не готов вам. А тогда на основании чего ты принимаешь вот эти решения? Скажи. Это основа, это фундамент, от чего ты должен стартовать. А потом этих жителей разложить. Пенсионеры, школьники, детский сад. То есть ты должен определить. День на день не приходится, понимаешь? Мы можем по дворам пройти, так. Вот тебе помощники сидят. На каждое озвученный на приеме главы города вопрос будет подготовлен ответ. В эти дни анапчане обращаются в нашу редакцию с вопросом, почему приостановлено строительство пешеходного перехода в станице Анапской. Как выяснилось, задержка в производстве работ произошла по технологическим причинам. Уже сегодня строительство возобновилось. Тем не менее, прокомментировать ситуацию мы попросили заместителя главы города-курорта Владимира Забураева. Начали работы по поводу строительства этого перехода. Но, к сожалению, проектанты наши не учли то, что очень близко грунтовые воды. Поэтому та технология, которая планировалась ранее для строительства этого, будем говорить, подземного перехода, она несколько меняется и в корне меняется, поскольку здесь делаться будут совсем другая технология и необходимы совершенно другие материалы, которые материалы, они есть у нас именно здесь, в Анапе. К сожалению, техника та, которая имеется здесь, она не в силах их вытащить. Поэтому техника идет, идет аж с Адмера, с Олимпийских объектов, мощная техника. Она должна сегодня прибыть для того, чтобы вытащить эти конструкции, которые будут применены вот здесь, на этом переходе. Он также добавил, что произошедшая задержка кардинально не изменит графика производства работ. Как заверяет подрядчик, основные этапы строительно-монтажных работ будут завершены до 20 мая 2016 года. Сохранить природное богатство. С такой целью региональное отделение Общероссийского народного фронта начало создание карты экологических проблем Кубани. Об этом проекте подробнее рассказала сопредседатель краевого отделения ОНФ Светлана Бесара. На Кубани для нас очень важная экологическая составляющаяся, потому что мы являемся курортом. Мы как раз тот регион, в который все жители страны едут отдыхать. И мы должны свою экологию защищать, охранять и беречь, потому что это будущее не только наших детей, но и всей страны. При этом Народный фронт с сожалению убеждается в том, что есть экологические проблемы, которые могут со временем перерасти в экологические катастрофы. Это, конечно, необходимо устранять в самые кратчайшие сроки, чтобы не допустить просто развития событий в негативном направлении. Каждый житель Краснодарского края может обратиться в Народный фронт и обозначить экологическую проблему. По результатам этих обращений мы составим экологическую карту Краснодарского края. Мы очень хотим, чтобы после нашей работы эта экологическая карта выглядела вся в зеленом красивом цвете, чтобы не было красных вспыхивающих точек. Региональное отделение ОНФ призывает жителей Кубани подключиться к созданию карты экологических проблем. Обращаться можно на электронную почту, указанную на экране, либо письменно по адресу город Краснодар, улица Октябрьская, 78, а также в нашу телерадиокомпанию по телефонной редакции 586-57. Глава Анапы провел заседание антитеррористической комиссии. Как обеспечена безопасность в местах массового пребывания людей и на социальных объектах, доложили руководители структурных подразделений администрации Анапы. Сергей Сергеев акцентировал внимание на детской безопасности на курорте. Детские сады и школы в Анапе посещают более 30 тысяч детей. И пока они находятся в стенах образовательных учреждений, они должны быть в безопасности. Наталья Микитюк отчитывается, в каждой школе есть тревожные кнопки. 64 учреждения из 88 обслуживаются в системе Кубань антитеррор. Глава Анапы интересует, что запланировано на этот год для того, чтобы усовершенствовать систему контроля. 33 учреждения, это мы будем стрелец-мониторинг устанавливать. И 9 учреждений нуждаются в ремонте ограждений по периметру. И все. Но мы наметили мероприятия по всему, да? Да, мы наметили и план этих мероприятий. План подготовки мероприятий к новому учебному году у нас согласован с Роспотребнадзором, с ПОЖ-надзором и с министром образования. Наша съемочная группа по следам прозвучавших докладов побывала в шестой школе города-курорта. Исполняющая обязанности директора школы Ольга Михайлова рассказала, как защищают детей от преступных посягательств. В современной обстановке мы придаем очень большое значение обеспечению безопасности наших детей. Потому что школа – это территория безопасности прежде всего. У нас есть электронный пропускной режим на основании карточки, электронного ключа, который имеется у всех учащихся и сотрудников. Проходят наши дети в школу и выходят. То есть мы можем фиксировать время прохождения в школу и время выхода из школы. У нас есть бегущая строка, у нас камеры видеонаблюдения, которые просматривают территорию нашей школы. У нас целостное ограждение в школе. Мы проводим классные часы по профилактике терроризма, по профилактике экстремизма. Используем для этого сайт, который нам был рекомендован на одном из совещаний в Управлении образования. Мы работаем в тесном сотрудничестве с казачеством. Они нам оказывают помощь. Помимо классных часов, классные собрания, есть приказ, где определена группа лиц, которые должны обходить, контролировать территорию школы, контролировать саму школу на предмет обнаружения посторонних предметов. Февраль радовал нас теплой погодой, а вот март принес сюрприз – похолодание и осадки. Ждать ли от первого весеннего месяца солнце или понижение температуры и облачности установились надолго, мы узнали у главного синоптика Краснодарского центра метеорологии. Холодный фронтальный раздел прошел территорию края и сейчас располагается в южных районах Краснодарского края. За этим холодным фронтальным разделом сместился более холодный воздух в Московской области, в территории Белоруссии. И прохождение фронтальных разделов увеличило облачность и прошли осадки по территории Краснодарского края, в том числе на Черноморском побережье. До 24 числа погода будет неустойчивого характера, температуры воздуха будут колебаться, но еще мы ожидаем очередную волну холода, которая должна к нам приблизиться с 19 на 20 число. Затем температура воздуха начнет постепенно повышаться, только лишь с 24 марта достигается 16-14 градусов, а по 21 марта они будут от 5 до 7 градусов, неная температура максимальная. Сегодня сотрудники ГИБДД провели очередной рейд по проверке грузовых машин. Водители просили предъявить путевые документы, а также проверили соответствие конструкции транспортных средств техническим требованиям. Обязательно и наличие тахографов, которыми по федеральному закону должны оборудоваться грузовые машины, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. За нарушение требований к транспортным средствам водителям и владельцам автомобилей применяются штрафы. Отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения по городу Анапе проводится профилактическое мероприятие «Грузовик», в рамках которого инспекторами отдела технического надзора ведется проверка грузовиков на линии соответствующих их документации. На транспортном средстве категории «С», которые принадлежат индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, должны быть документы, такие как путеволе есть. При перевозке груза это должна быть товарно-транспортная накладная. Также транспортные средства оборудуются согласно статье 20 Федерального закона 196-го тахографами. Ну и соответствие конструкции транспортных средств при перевозке. То есть ни нарощенные борта, ни увеличенная масса грузоподъемности, какие-то дополнительные опции, которые водители сами пытаются сделать для своих автомобилей, недопустимы. За отсутствие путевого листа, если водитель будет управлять, штраф 500 рублей предусмотрен. Также инспекторами отдела технического надзора составляются два протокола за неуполнение требований о проведении предрессовых медицинских осмотров и предрессового контроля технического состояния транспортного средства, что влечет на водителя административный штраф в размере 3000 рублей за каждое нарушение на индивидуальных предпринимателей, либо юридических лиц, если транспортный предлежит им, там наказание 30 тысяч рублей за каждое нарушение. 17 марта в 15 часов в здании администрации Джигинского сельского округа специалисты жилищного отдела проведут выездное совещание на тему о мерах государственной поддержки по обеспечению жильем граждан в 2016 году. Приглашаются все желающие. Генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok